Здравствуйте, моя семья и моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А сейчас я постараюсь ответить на вопросы, которые копились, но у меня не было как бы ответа правильного. Я могла сразу там вам что-то сказать, но я не хочу что-то сказать. Я хочу, чтобы это шло из глубины души для этих женщин. Потому что я понимаю, что меня смотрят очень разный возраст. Я вижу, что у меня и 15-летние подписчицы есть. Например, когда им интересно посмотреть, как за лицом ухаживать, как избавиться от высыпаний, то меня смотрят 15-летние. А 16-летние красавицы, которые будущие действительно леди, потому что они на добром канале часто останавливают свой взгляд. И это радует. Они будут и духовно расти, потому что кое-что можно все-таки взять из моего канала. А также меня смотрят и девочки, которым 20, и 20 с хвостиком. 20 – это те, которые деток маленьких имеют. 20 с хвостиком – ну это уже такие, как мы, у которых уже полвека позади. А также меня смотрят и девочки в возрасте леди. Возраст леди – это я называю от 70 и выше. Я очень люблю этих девочек, потому что они делятся своими рецептами. Многие пишут мне прямо на личку. Но, девочки, я попрошу одну просьбу. Рецепты пишите внизу в комментариях. Таким образом, вы не только меня благословляете, а вы этими рецептами благословляете более 100 тысяч подписчиков. Представляете, вот какую вы вещь делали? То ли вы один кирпичик на небо построили, рецепт написали, и вам один кирпичик поставили на ваш небесный дворец, то ли сразу 100 тысяч кирпичиков, ну или сколько воспользуются вашим рецептом. Потому что, собственно говоря, мой канал, он уже стал журналом. Журналом, но приятным журналом. Без мата, без осуждений, без вот этого вот ссора. Этот ссор, он нам не нужен. У нас чистый канал, добрый и хороший. Это ответ тем, кто пишет мне на личку, а почему вы закрываете плохие комментарии. Я их не вижу. Плохие комментарии, с сарказмом, с матом, без мата, но которые меня могут задеть. Эти все комментарии читает мой сын и удаляет. Это первый ответ. Второе. Второе пишет мне вот что. Должны ли дети родителям. Вот вы пишете, что вы, вы говорите, что вы маме, и там по тексту отправляли. Я маму свою, царство ей небесное, да, я свою маму почитала, как это положено почитать детям. Так же и моя сестра. У нас это обучение шло с детства. Вот я видела, например, сестричка заработала какую-то копеечку. Она несет часть маме. Несмотря на то, что у нее семья. Она еще студентка медицинского института. И у нее муж тоже студент медицинского института. И у нее сын новорожденный. Это второй курс. Она родила на втором курсе. И еще она подрабатывала. И она еще несла копеечку для того, чтобы дать мамочка, а это тебе. Вот я смотрела на это. Я смотрела, как она спортсменка, сестра у меня. Она чемпионка республики по легкой атлетике. Спринтер на короткие дистанции с барьерами. И мы всегда ходили на соревнования, смотрели. Она очень много ездила. Они писали газеты. У нее выдержки и сейчас есть целый архив. Это была, конечно, гордость. Жалко, что эту гордость, гордость мединститута, гордость вообще республики достойно у нас не могут оценить никого. Но это гордость. Это была гордость. Сейчас таких уже спортсмен в этой республике нет. Вернее, в этой стране. Я не имею в виду вашу страну. Я имею в виду ту страну, в которой я родилась и выросла. Нет таких спортсменов. А тогда вот она именно оттуда. Оттуда забирали их трудовые резервы. В Киев, я помню. В Украину наших очень много забирали. Спортсменок. Ну, а она была гордостью, конечно. И мединститут ей гордость. Но сейчас не об этом. И вот они получали, спортсмены. Я имею в виду настоящие спортсмены. Они получали и форму, и шиповки, и кроссовки. Адидас. Тогда это вообще было как бы редкость вообще такое получить. Но они получали. Такие красивые, даже разноцветные, с яркими полосками. Синие, помню. И мы эти шипы выкручивали, она их затачивала. В общем, она получала еще талоны. И вот эти талоны на питание. Мы могли отовариваться там в специализированном ресторане. Причем не в плохом ресторане. И вот эти талоны на питание. Я сниму очки. И эти талоны на питание мы тратили. Она отдавала полностью все маме. И мы каждый месяц ходили и делали, как, скажем, закупку на месяц. Мясо там и так далее. Все, что спортсменам было положено. Потому что в магазинах купить было невозможно в Советском Союзе. И спортсменам, а спортсменам нужно питание. И вот давали такие дополнительные талоны. Ну, такая жизнь была. Это сейчас можно купить все, что вы хотите. Были бы деньги. Но деньги нужно зарабатывать. Как и все, впрочем, в нашей жизни. И уважение, и радость, и благодать Господню. Дается верой и бесплатно. Но по делам вас будут узнавать. И дела ваши за вас будут говорить. И на суде. А ведь суд будет. Взвешиваться все будет. Как на любом суде. В принципе, у нас тут есть тоже суды. Правда, праведные они или неправедные, они тоже ответ понесут. Особенно те, которые на чужом несчастье строили на земле тленный дом. Это ответ по поводу «должны ли». Должны ли дети родителям? Да, они должны и еще как должны. Теперь я хочу подкрепить свое слово Библией. Вот если вы откроете Библию на страничке 254, это уже в Новом Завете. Первая Тимофею, глава пятая. И там будет в главе пятой. Вот. Я буду читать по тексту. Первая Тимофея в главе пятой. Это уже в той части, где Новый Завет. Что же там написано? Там написано так. То, что вы знаете прекрасно, такую заповедь. «Почитай отца твоего и мать». А дальше обязательно прочитайте «Дабы». Обязательно не останавливайтесь на этом. Продолжите ее. «Дабы что ни случилось». Почитайте. Вам будет интересно узнать, что же произойдет, если вы не будете почитать. Что же произойдет с вами. А тут, уже в Новом Завете, это подтверждается, и причем настолько подробно, чтобы вы не перепутали. Если же какая вдовица, ну это имеется в виду, у человека, у которого уже и муж умер, и все, пожилая, пожилая женщина, имеет детей и внучат, это стих четвертый. То они, они, еще раз повторяю, то они, кто они, давайте разберем. Еще раз. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, значит, дети и внучата, это они. Дети и внуки, это они. Поэтому и не надо внукам себя сбрасывать это. Дабы получить счастье еще тут, на земле, надо исполнять то, что от вас требует, ну или, скажем, просит Отец Небесный. И будут вот такие весы, и жизнь уже райской тут будет наступить на земле. Смотрите, если все будут соблюдать то, что действительно имеет в виду Господь Бог. Единый, единый, повторяю, не придумывайте себе там. Господь Бог един, всемогущий, создатель неба и земли. Славу Ему, воздавайте почаще. Идете по дороге в магазин, пойте про себя песню. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Почитать, значит, еще раз, если же какая вдовица имеет детей или внучат, это глава 5 стих, 4, 1 Тимофеев, то они прежде, прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. Почитать это как? И воздавать должное родителям. Понимаете? Воздавать – это воздавать, потому что родителям силы не прибавляется. После какого-то периода жизни, там, скажем так, от 60 и дальше, жизненные силы надо держать. Вот нам, родителям, надо себя держать в форме. А вам думать о том, чтобы воздавать, как здесь написано. Почитать свою семью и воздавать должное. Потому что раз в Библии написано, что должное, значит, должны. Вот как раз тут у меня на этот вопрос и нашелся ответ. Видите, всему свое время. Поэтому, кому я сразу не отвечаю, значит, не пришло. А вот теперь пришло. Потому что Библию я читаю душой. Это Слово Божье. И я читаю душой, мне приходят ответы. Когда я немножечко подождала, все взвесила. Прошло время, мне пришел ответ. Я в попыхах все не делаю. И особенно решения не принимаю. Значит, время еще не пришло. Когда мне говорят, а почему вот эту свою какую-то, и называют ее проблемой. Это не проблема, это жизнь. Я с этим живу. Понимаете, о чем я? Есть вещи, с которыми мы живем. С какой-то болью кто-то живет. Кто-то эту боль уже и не чувствует. Кто-то живет еще с чем-то. Кто-то еще. Это жизнь. У каждого, как говорится, свой крест. Каждый несет и распинает. А потом снова несет и снова распинает. Таких крестов много. И вот почитать свою семью и воздавать должное. И когда я увидела это слово «должное», значит «должны». Тут же у меня возник ответ на этот вопрос. А должны ли? Или просто, вот как от чистого сердца, я пришел и маме там раз в году что-то дал. Нет. Поставьте себе там раз. Если у вас четверо детей, значит раз в четыре месяца у вас получится. Потому что один месяц один ребенок, второй месяц второй, третий, третий, четвертый, четвертый. У кого трое детей, раз в три месяца. У кого один ребенок инвалид и трое здоровых, значит раз в три месяца. Если двое детей раз в два месяца, потому что один месяц вы даете, а один – это описательный. Это у вас должен быть пункт в бюджете, неоспоримый никем. И у жены, и у мужа. Ну я не говорю о тех наглых людях, которые, конечно, садятся на шею, уже детям, допустим, и совсем совесть теряют. Есть такие, которые вот выделяются в месяц, а они еще, и еще, и еще, и еще, так, чтобы уже и разрушить в щен, скажем так, эту семью. Не оставить камня на камне, чтобы последовал развод. Потому что есть и родители немудрые, и мудрость не черпают из Библии, потому что написано, что не раздражает ребенка своего. Там тоже такое написано. Есть на каждый ваш вопрос ответ. Растворяйтесь в Библии. Растворяйтесь. Я говорила, как ее читать. Посмотрите, как читать Слово Божье. У меня есть видео. Если нужно, напишите внизу. Я еще раз вам расскажу. Дальше. И воздавать должное родителям. А дальше что написано в этой же фразе? Ибо сие угодно Богу. Угодно от слова угождать. Ибо сие угодно. Того хочет Господь. Вот чего хочет Господь. Что вы должны и этого хочет. Должны и этого хочет. То есть сопоставляем теперь Старый Завет и Новый Завет. Вот он, старый, почитай Отца, это Запад. Она подтверждена, расписана и поставлена большая и жирная точка. Так что не тешьте себя мыслью, что если вы будете брать от родителей пожилого возраста, и только брать и думать, что они должны вам брать? Нет. 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 Их дело молиться о вас. Давайте прочитаем дальше. Молиться, не делать раздоры, ни в коем случае не мешать вам. Если можно, если они хотят по желанию, то, конечно, от всей души испечь вам пирог и принести. Если можно, но по желанию, взять деток, а не обременять их детьми. Кинуть на них внуков и забыть. Это такое обременение на человека, которому уже за 70, я знаю, просто одну такую. Просто бросили, прикрылись тем, что они зарабатывают за границей. И самый тяжкий труд, а ведь самый тяжкий труд, это поднимать ребенка. Это не деньги кидать, как копилку, это поднимать ребенка. Каждый день встречаться в школу, провожать в школу, обходить вот эти все комиссии, вот эти все собрания, вот эти вот все. Это настолько тяжкий труд. А еще ребенку нужно ждать все эти клубы, все эти студии, студии искусств. Мой сын ходил почти 4 года, рисовал. С 2-х лет или с 3-х лет я его туда отдала. Как ходить начали, так и пошли. Дальше электронная игрушка. Дальше это физико-математический такой клуб у нас есть. Дальше из бумаги они там делали что-то. Дальше шахматы у нас пошли. После шахматы, шахматы долгие, причем с самого детства, почти с 2-х лет я наняла преподавателя. И преподаватель приходил к моему сыну, учил его играть в шахматы. Это и шахматы, это музыкальная школа. И так, чтобы от начала до конца закончили музыкальную школу. Это и спорт. Ну, спорт это бесконечно. То есть он как занимался, занимается и будет. Это такой труд. Это такой труд. И когда вы на кого-то скидываете ребенка, и этот кто-то должен, пожилой человек, вот это все, это и иностранные языки, это и культурное образование. Как может пожилой уже человек, ну, что-то он помнит, что-то ушло в силу физических своих, понимаете, физических своих сил дать все это. А ведь ребенку необходимо, просто необходимо познавать культуру. Иначе он будет некультурный. Вот такой вот ответ у меня будет. И дальше ушла уже, вот, как всегда, вот это вот. И истинная вдовица. Теперь мы остановились на тех, что ж пожилые люди, что от них ждать. Она, допустим, вот умер у нее супруг, осталась одна бабушка. Или была она бабушка, да. Или одинокая, да, но дети у нее, допустим. А если вообще одинокая, надеяться. Любой человек должен надеяться на Бога, написано. И пребывать, вы, если откроете первое, Тимофею, глава 5, стих 5, написано. И пребывать в молениях и молитвах день и ночь. Представляете? То есть и днем уделять время Богу. И ночью можете, когда ходить, себе напевать молитвы. А почему нет? Почему нет? Вы делаете это все в радость, когда вы делаете приятно. А сластолюбивая заживо умерла. Теперь внимание. Есть и такие, которых Господь называет. Это уже шестой стишок в этом же. Сластолюбивая. Сластолюбивая. Посмотрите это слово. Она заживо умерла. То есть человек, который любит все себе, все только на себя. И все внимание только ей. И дальше уже. А как же я? А как же я? А как же я? У него жена. А как же я? Вот он, у кого жена, о вас должен позаботиться. Раз в месяц. Ну, если вы, конечно, больны, прикованы к болезням. Тут уже все. Здесь уже все на них, конечно. На детях и на внуках. Но, когда вы полна сил, полна энергии, не будьте сластолюбивы. Ох, как не любит этого Господь. Он так пишет прямо через слово Божье. И вообще заживо умерла. Это страшно. Это для, скажем так, нас, чтобы мы это помнили. И сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется. Вот есть такие бабушки, которые ходят на танцы, покупают себе цветы и так далее. А о домашних не пекутся. Тот отрекся от веры и хуже неверного. Мы, что мы должны делать? Конечно же, мы должны опекать своих родных и близких. Конечно, мы должны их опекать. Но при этом не быть сластолюбивыми. Но при этом не раздражать детей. И много-много но. И не забывать, что прилепится муж к жене, к своей. Прилепится, а не к нам. Иначе мы станем такими сластолюбивыми. И такими, а как же я, а как же я, а как же я. Значит, нам о домашних печься просто необходим. Это наша работа. Это наша забота. Это наше дело. Вот так, дорогие мои. Дальше идет такое. Известный по добрым делам. Значит, мы должны быть известны по добрым делам. Если она воспитала детей, принимала странников. Если она, ну имеется в виду женщина пожилая, воспитала детей, принимала странников там, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Смотрите, это же говорится о женщине, о вдовице, об одинокой и о неодинокой, но которая уже ясна и без отца, и без матери, когда мы пожилые. Мы все сироты, мы все сироты, кстати, не обижайте сирот, потому что сироты-то все. У Бога нету, он не лицеприятель, он не смотрит, что тебе три годика, а ей 33. Если и тот без отца, без матери земного, у него всегда есть небесный отец. Если земной сирота, не обижай сироту. Это все равно закон один. Вот если во все в это вникнуть, задуматься, то жизнь станет настолько добрее, и вы будете заходить в магазин и видеть улыбки. Улыбки людей, которые будут стараться вам чем-то помочь, чтобы, не дай Господь, не обидеть вас. Итак, известны мы должны быть женщины в возрасте 21+, по добрым делам. Если воспитала детей, здесь не написано своих детей, здесь не написано биологических, небиологических, здесь написано «воспитала детей». А вы ли родили этих детей, или не вы? Это уже другой вопрос. Здесь не говорят, здесь Господь не уточняет. Он говорит, что нужно воспитать их. Он не говорит, что обязательно родить. Рождением мы грехи лишь обмываем кое-какие, там написано. Многие грехи рождением покрыты будут. Есть такая фраза в Библии. Но что же мы должны по делам добрым, если... Это уже в Новом Совете. И не говорите мне не по делам. И по делам тоже, и по делам тоже. Первое – это вера. А дальше, если ты веришь, ты будешь в соответствии Слова Божьего идти. Несоответствие... Оно начнет работать несоответственно и в твоей жизни. Это по добрым делам, если она воспитала детей. Принимала странников. Принимала странников. Умывала ноги святым. Помогала бедствующим. И была усердна ко всякому доброму делу. Усердна. Сегодня впереди целый день. И вы можете благословить одного, двоих. Пять, десятерых. И таким образом строить свой дом на небе, который нетленный, который будет ждать вас, ваш терем, ваш дворец, ваш замок. Ну, у кого как. Есть и молодые вдовицы. Здесь написано про молодых вдовиц. То есть, ну, вот так случилось. Знаете, как на войне бывает погиб солдат. Бывает еще где-то еще. Ну, молодая вдова. Что же делать? И тут тоже очень четко все написано. Желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Если молодая вдова вступить в брак. Молодая вдова считается до 60 лет. Вот здесь написано. Вдова должна быть избиранием не менее, как 60-летняя, бывшая женой одного мужа. То есть, 60 лет тоже молодая. Так что, девочки, не надо себя вписывать там куда-то. 70 – это уже леди. Там, допустим, 80, 85, 87 уже леди-ди, скажем так. Супер леди. Итак, молодая вдова. Разные бывают вдовы. Желают, чтобы вступали в брак. То есть, не надо себя, на себя накидывать вот эту вот, как бы, черную вуаль. И ходить все время «я вдова», «я это» – нет. По Библии нет такого. Так что не придумывайте. Если произошло так, что возможно вступить в брак, то вступайте. Вступайте в брак. Тут написано так. Молодые вдовы. Желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Это 14 стих. Также глава 5, 1 Тимофеев. Вступали в брак. Рождали детей. Управляли домом. И не подавали противнику никакого повода к злоречию. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. То есть, у кого были нормальные, хорошие жены. Вдруг, там, допустим, погибает муж или еще что-то. И женщина совращается. Начинает часто выпивать. Начинает курить. Начинает вдаваться во все грехи. Начинает роскошствовать и праздновать. То есть, одно дело, когда ты там, ну да, со своей подружкой посидела. Раз в месяц, два раза там, я не знаю, собираетесь, обмениваетесь какой-то информацией, рецептами и так далее. Хорошо проводите, можно, семьями, с ног. А другое дело, когда впадают такие вот женщины, бывает, во все тяжкие. Есть и такие. И тут так и написано. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Дальше. Дальше такой вопрос у меня был. Не суди, да не судимо будешь. То есть, человек знает такую фразу из Библии. Я рада. Это прекрасная фраза. Это действительно одна из прекрасных заповедей. Не судите, да не судимо будешь. Судить действительно мы не можем. Мы не судим. Судить будет Господь Бог. И в день судный Он это покажет. Мы судить не можем. Но что? Никогда не сужу никого. Никого не осуждаю. Бог судья всегда говорил. И все, 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 все обиды, когда меня обижают. А обижают много. Ну представьте, только подписчиков сто тысяч. А кто не подписан? Когда хотят плюнуть, так плюют. Бывает, что когда вот сын работал летом, ему некогда было смотреть, кто мне пишет. Я читала, я читала. Но я все отдала в руки Божьей. Все ему отдала. Только ему. И вот опять закинули. Вы знаете, я не сужу. Я судить не имею никакого права. Вы не знаете, что такое суд. Когда-нибудь на суд. Не когда-нибудь, а он коснется каждого. Атеиста. Не атеиста. Магиста. Как я этих всех магов называю. Физиотераписта. Нет, ребята. Все. Абсолютно все. Ваше право выбирать. Господь Бог демократ. Верить вам или не верить. Есть два пути. Третьего быть не можно. Вы спасетесь только верой. Правильно. Ваше дело. Живите как хотите. И лично я для себя уже выбрала. Мне хорошо уже много-много лет. Не одно десятилетие. Мне хорошо в Боге. Просто хорошо в Боге. Он меня оберегает, охраняет. И когда там мне плюют души, я просто всегда, я всегда, запомните, всегда отдаю все свои дела в Божьи руки. А кто обидел, конечно же, особенно прошу Господа Бога позаботиться об этом человеке. Чтобы Господь Бог сам решил все в руках Божьих. Как с ним поступить. И что, чтобы меня больше этот человек не обижал. Господи, огради меня от этого человека. И меня ограждают. Либо человек меняется. И слава Богу. Либо он куда-то исчезает. Может быть, он уходит на какой-то другой канал, сайт, на который ему, где ему будет легче, приятнее жить на свете. Вот. Поэтому, конечно же, я не сужу. Но. Одно но. Что я могу делать? Первое Тимофея. Давайте тут же и найдем ответ. Здесь же я и нашла ответ. В главе 5 и стих 20. Вы прочитаете. Глава 5, стих 20. Вы прочитаете. Согрешающих обличай перед всеми, Чтобы и прочие страх имели. Обличай, согрешающий, обличай. Что значит обличать? Вы не скажете, что такое обличать? Обличать – это не от слова осуждать. Обличать – это не от слова судить. Обличать – это не от слова оскорблять. Обличать – это не от слова сплетничать. Обличать – это не от слова обижать. Обличать – это не эти слова. Обличать – это слово обличие. Украинское слово обличие есть такое, да? Лицо значит. Лицо. Вот обличать – это значит на лицо. Вот факт на лицо. Вот этот человек. Вот его лицо. Я часто это делаю. Именно на эту фразу я опираюсь. Когда говорят, вот там есть у меня видео, где зашёл человеком, плюнул, оскорбил, ушёл. Но фотография на аватарке осталась. Сейчас этот человек убирает фотографию, поменял аватарку. Но ведёт себя так же. Странно. Потому что сын мне говорит, что есть тут одно и то же такое, скажем, существо на аватарке, которое вот так. Но мама говорит, я знаю его IP. Ну, это он там по IP-адресу, он вычисляет, где человек живёт и местонахождение его. Потому что он учится в таком месте и на такое дело, где просто необходимо определять личность человека, в том числе по интернетным данным. То есть даже по тем циферкам, которые вы думаете, это просто циферки. А он видит картину этой циферки, что, допустим, означает тройка, что четвёрка, что то, 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 даже что решёточка и что там дальше. Поэтому мы знаем кое-кого, кто меняет просто аватарки, опишет с одного и того же места. Хотя бы, ну, я имею в виду города, по крайней мере город. А там дальше, если уточнять, всё можно найти. Запомните. Всегда всё можно найти. И всех, кто в интернете. Интернет – это страна, как и в любой стране. Все на виду. Самое интересное, что, вы знаете, люди, которые скрывают себя, они, значит, преступники многие под аватарками. Кто даёт своё лицо вот спокойно, тому нечего скрывать. Кто-то не боится. Зачем ему бояться? Он ничего, он никого не убил. Понимаете? Он никого не обманул. Он никому не должен. Он вот, это сто процентов. И когда какие-то службы интересуются именно теми, которые с лицами, с своими фотографиями, под своими именами, всё это, то, вы знаете, ну, это смешно. Вот бояться надо тех, кто не боятся, а бояться вообще никого не надо, кроме Бога. Вообще никого бояться не надо. Я неправильно сказала. А именно интересоваться теми, кто очень сильно, очень сильно завуалирован и меняет часто свои номера, IP, свои аватарки и свои каналы. Вот тут, вот тут вот я бы хотела людей, которые это сосредоточить. А не тогда, когда за блогерами гоняются. А если блогер ведёт вот так вот блог, и ничего нет, то поверьте мне, что всё у него нормально, всё у него хорошо. В плане, он не гадкий и не гнилой. Даже, даже вот и, даже те, которые там что-то, какой-то негатив несут, но в принципе им скрывать-то и нечего. Они всё время перед миллионами, перед миллионами людей на виду. Они не боятся этого, потому что нечего бояться. А те, кто боятся, они никогда вот так не будут. Потому что они понимают, что их вычислят, их поймают обязательно и накажут. Поэтому они прячутся под всякими вот... Но сейчас технологии такие, что уже и по вот этим IP-адресам вычисляют людей. Легко. И этому учат даже в университетах. Открою вам такой вот. У нас в университетах. Приглашают специальных людей. У нас даже Соединённых Штатов вот в наш... К моему сыну в колледж приглашали людей на прикладную математику. И там рассказывают, как всё вот это вот работает. Интересный мир компьютеров. Я сейчас тоже погружаюсь в это. Значит, написано в 20-м стихе, глава 5, 1 Тимофею, согрешающих обличай перед всеми. Поэтому я показываю, когда была там фотография этого человека, и говорю, вот этот писал то. Поэтому даже если мне на личку будут писать гадости, я буду обличать, показывать и адрес. И вам придётся всё время новые адреса делать. А это не так уж и хочется, возня. Так что обличаем перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Это для нас, для людей, чтобы обличать. Обличья ваши показывать перед всеми, какие вы есть на самом деле. Потом вам стыдно под этим же никнеймом заходить и гадить опять. Потому что давайте делать мир чище, гадостей уже столько в миру. Давайте будем друг другу добрее. Давайте мы будем любить друг друга. Давайте мы будем благословлять друг друга. Давайте мы не будем обижать друг друга. Не хотите благословлять? Не надо. Хотите благословлять? Благословляйте. Но обижать не надо.